В полиции отметили, что ОПМ «Безопасная дорога» – это их ответ на рост числа аварий. За первые шесть дней рейдов пресечено более 700 административных правонарушений. В том числе выявлен 21 факт управления автомобилем в нетрезвом виде. Четыре нарушителя ранее были лишены водительских прав. Больше всего нарушений происходит в Уральске, говорят полицейские. Только за 10 месяцев у нас получается более 70 тысяч нарушителей были привлечены к административной ответственности. Это если взять по сравнению с прошлым годом за такой период, у нас почти на 12 тысяч нарушителей больше привлечены. Но однако, как вы сами видите, это их не останавливает. Люди в погонах отметили, что все чаще жертвами аварий становятся пешеходы. Они переходят дорогу в неположенных местах. Также во время ОПМ особое внимание уделят проверке такси. Отмечен, что их водители должны выходить на линию при наличии соответствующих документов. Чтобы использовали официальных переводчиков. Это первый момент. И второй момент, когда непосредственно при контроле на линии, когда мы останавливаем таксиста, здесь начинается, что это мой брат, сват, он не таксист, мы ему деньги не платили. В этом плане, вместо того, чтобы помочь государственным контролирующим органам привести в соответствие данный вид перевозок, здесь начинается какое-то непонятное противостояние. Это не только требования к государственным органам, это вообще, я думаю, проблема всего общества нашего, чтобы навести порядок. Также в полиции обеспокоены фактами преступлений, которые совершают подростки. 87 преступлений совершено 99 несовершеннолетними. Из этих 99 несовершеннолетних 32 являются не учащимися нигде, только 67 являются учащимися. Из среди них в основном совершаются преступления учащимися колледжей. Это из 67, 37 учащихся колледжей, 27 учащихся в школах, гимназии и 3 высших учебных заведения. В полиции призвали всех граждан проявить свою нулевую терпимость к противоправным деяниям. Роман Копняев, Айбладжикипар Александр Грабарев, ТДК-42.